Очень иронично по отношению ко всем учителям, конечно, Конечно, с этим можно поспорить, потому что создание образовательной стратегии – это, конечно, дело большое и серьезное. Но когда начинаешь рассказывать не о том, что сделал сам, а о том, что сделали другие, подобного рода сомнения, вот могу ли я, умею ли я это сам, они не могут не возникать. И вот у меня при всей заряженности на создание нового, своего, оригинального возникла дилемма, с которой я хочу с вами поделиться. Я изучаю и преподаю историю искусства. И вот я задалась вопросом, как то, чем я занимаюсь, связано с процессом непосредственного творчества? Для чего вообще изучать историю искусства? Для того, чтобы стать знатоком того, что сделали другие? И что вообще тогда такое история искусства? Склад, сделанного в прошлом, и принадлежит этому только прошлому? Допустим, если мы смотрим на произведение, созданное в эпоху античности, то мы смотрим назад? Или если смотрим мы, то значит, это произведение и наш современник? Но как тогда быть все-таки с будущим? Ответственны ли за него только те, кто будут жить и творить завтра, или через 10, или через 100 лет? Но если положительно ответить на этот вопрос, то получится, что история человечества начинается заново каждый день, а это, как вы понимаете, не так. Вопрос, чем можем ли мы увидеть будущее, он связан с целым рядом сомнений, и стоит ли ему задаваться вообще? Для того, чтобы понять, стоит ли, нужно уточнить угол зрения. Для начала нужно сказать, что этот угол образовательный, потому что пространство и время образования – это как раз время предвидения личного, профессионального будущего. А с другой стороны, этот угол зрения еще и научный, потому что наука связана с изобретением и пересозданием мира, созданием и предвидением его будущего развития. И вот так вот на площадке необходимости развития творческого мышления получается встречаются наука, образование и искусство. Ну и, конечно, совершенно очевидно, что вообще-то вопросами видения и предвидения в основном занимается именно искусство. Но, вот искусство и инженерное дело, они колоссально близки друг к другу, потому что оба занимаются проектированием новых миров. И вот от изучения истории искусства, как памятников прошлого, я пришла к выводу, что важно понять и показать, как произведения искусства развивают визуальное мышление своих зрителей настоящего и завтрашнего дня. И мой главный интерес сегодня – это изучение искусства как держателя стратегии и технологии развития творческого мышления. Потому что только так при помощи искусства можно сделать людей конструкторами, конструкторами и новых изобретений своей собственной жизни. Произведения искусства, вот если вернуться к этой ироничной мысли Бернарда Шоуа, это учителя совершенно особого формата, на который только можно равняться. В них нет поучения, в них есть мастерство, и они делают два дела одновременно. Они создают картину мира и отдают ее во владение человечеством. Произведения искусства – это интереснейшие машины времени, обладающие неприходящим качеством современности. Но если они современны сегодня, значит, они будут современны и завтра. И мы можем увидеть будущее, используя их как своеобразное окно – пропуск. И пропуск не назад, а вперед. Вот рассмотрим несколько примеров того, как творчество будущего опирается на достижения прошлого. Перед нами Колизей – колоссальный древнеримский амфитеатр. Геометрическая схема Колизея – это эллипс. И это совершенно не случайно. Фигура эллипс имеет два центра, или, точнее говоря, два фокуса. Идея борьбы выражена геометрией, противостояния двух. И вот эта функция Колизея, известного нам как место для боев и столкновений, соответствует внутренней геометрической логике этого здания. Как откликается эллипс Колизея в сегодняшней архитектуре, в спортивных сооружениях, в стадионах, воспроизводящих вот эту геометрическую логику визуального понятия 0-2. Напротив, геометрическая схема круга представляет визуальное понятие законченность, совершенство и власть единого, одного центра. Нет лучшего воплощения для вот этой геометрической идеи, чем другое древнеримское сооружение – это пантеон. В основе этой структуры лежит идея божественного покрова и проникновения божественной энергии, энергии свыше в мир людей. А Пайон, вот это круглое отверстие в центре купола, символизирует здесь око Бога. И столб солнечного света проникает в сферу пантеона. И дальше он начинает двигаться и превращает земную сферу в своеобразный циферблат для движения вот этого луча, своеобразной стрелки света, приходящего свыше. При помощи Апайона здание организует прямой и непосредственный контакт двух миров – небесного и земного. Свет становится видимым. Вот что показала архитектура пантеона на будущее. Свет можно моделировать, светом можно управлять. И посмотрим, как работала вот эта такая культурная машина времени. Несколько столетий спустя, когда создавался новый рим, а это был Константинополь, то для строительства главного здания этого нового города, Софии Константинопольской, была выбрана архитектурная модель пантеона. И совершенно гениальные геометры, они взяли вот эту вот схему сферы пантеона и при помощи проекта Кубок Таэдра, сейчас вы можете видеть вот четыре этапа построения Кубок Таэдра, из сферы пантеона была вырезана затем, был вырезан купол, купол именно Собора Святой Софии. Соответствие размеров указывают логику взаимодействия вот этих вот двух купольных сооружений. И в результате идея управления миром, божественным светом перешла из римского в христианское сооружение. Это нам сейчас с вами очень хорошо показывает, как искусство не знает границ, в том числе и религиозных. И одна визуальная идея может перерождаться и связывать с собой идеалы разных культурных эпох. А вот посмотрим дальше, 18 столетий спустя, после того, как был построен пантеон. В национальной библиотеке в Париже мы видим, как идея божественного света, управляющего миром, трансформируется в идею просвещения, вот в этом читальном зале, построенном Анрила Брустом, по модели пантеона. Визуальное понятие окно спускающегося света является центральным, например, для здания музея Гугенхайма в Нью-Йорке, которое уже создано в 20 веке было. Здесь образ высшего освещения, уже произведения искусства, показал новое перевоплощение этой древнеримской идеи. А несколько лет назад буквально стеклянный купол Берлинского Рейстага дал новую модификацию визуального понятия купол света. И так визуальное мышление человечества показывает нам свою непрерывную буквально работу. Но вернемся к визуальному образу Колизей. Мы рассмотрели его внутреннюю геометрическую суть. А что он представляет из себя снаружи? Это сцепление арок. Они тремя летами опонятывают тот эллипс, который находится внутри, как мы знаем. Арка вообще одно из главных изобретений архитекторов Древнего Рима. Что такое арка? По совершенно точнейшему определению Леонардо да Витчи, которое было дано, арка это сила, образованная двумя слабостями. Арка это визуальный конструкт, который легко можно разделить на две части. Правую и левую. Эти части противоположны. Положены друг против друга. И действительно, если мы разделим, то увидим, что они не будут держаться. Каждая часть рухнет по одиночке под неизбежной силой тяготения. Но вместе, скрепленные замковым камнем, а не сила, арка пробрасывает мост между сторонами и формирует визуальное понятие объединения и встреча. В Колизее вот эти арочные пояса показывают сплоченность и связанность всего древнеримского общества, социума в целом, его сплоченность. Что можно сделать вот с этими арочными лентами? Здесь, как мы знаем, они сходятся в эллипс, сцеплены воедино. Они замкнуты. Давайте дадим нашему визуальному мышлению, так сказать, поработать и развернем арки, развернем эти ленты. И что мы увидим? Мы увидим древнеримские акведуки, которые дали человечеству прообраз мостов. Мосты, по которым течет вода. Вот суть акведуков. Дороги, дающие питательный источник жизни. И вся Римская империя, вот это, например, из Франции, там была тоже Римская империя. Так вот, вся Римская империя, она была связана вот этими питательными дорогами. Поэтому акведуки, это не просто функциональные строения, это еще и культурные модели фрязанности империи, где на смену жажды приходит утоление, а из отдаленности возникает близость. Арка не только соединяет противоположности, она еще и открывает новый путь. Арка – это модель входа и выхода к новым горизонтам. Этот выход может быть совершенно торжественен. Итак, появились триумфальные арки. Модель триумфальной арки видоизменялась в истории искусства. Вот, например, на самом деле мало кто знает, что сейчас мы с вами смотрим на одну из модификаций той же самой формы триумфальной арки. Перед нами сооружение задуманное, как триумфальная арка, сегодня она известна всему миру под названием Эйфелева башня. А в конце 19 века на выставке всемирных достижений в области науки, техники и инженерного дела она открывала собой триумфальный въезд на Марсово поле, где стояли все другие павильоны этой выставки. Вид нижней части Эйфелевой башни определяет именно арочная конструкция. Башня стоит на берегу Сены, напротив моста, Йенского моста. И вот эта вот башня-арка, она была задумана как соединительный элемент между берегом прошлого и берегом будущего. Но что интересно, перед нами такая форма открытой мостовой конструкции. Потому что она скорее предлагает, как вы все видите своему зрителю и посетителю, движение не по горизонтали, а движение по вертикали. Четыре арки связывают вот четыре опоры, и дальше композиция начинает подниматься ввысь, схватываются четыре все стороны света. И так Земля поднимается в единстве четырех сторон света и устремляется ввысь. Надо вообще сказать, что история, которую мы с вами начали прослеживать, вот эта вот история арки, она знала свое продолжение. После вот римской арки появилась стрельчатая арка в эпоху готики. И вообще готическое сооружение, любое, какое бы мы с вами не взяли, оно представляет всегда мироздание, тянущееся ввысь. Одни формы переходят в другие. Камень обретает легкость, становится невесомым, и Земля поднимается в небеса. Вообще ни разу своему зрителю готическое сооружение не дает ни спуститься никуда, ни посмотреть вниз, а только подниматься и смотреть только ввысь. И вот однажды, когда я сама проходила вот этот визуальный путь вверх по одному готическому собору, то сделала такую фотографию, и мне пришел в голову вопрос. Какого цвета собор? Он однодоименно и коричневый, но и синий. А что делает его синим? Что его так раскрашивает? Это, естественно, сами небеса, цвет небес, который проникает внутрь. Это перед вами ажурный шатер, которым завершается башня Кельнского собора. Светлая и темная, опять же, свет небес, и темное начало каменного материала одновременно формирует свет собора. И вот перед нами, на самом деле, визуальная, наглядная идея архитектуры является. Храм поднимается в небеса. Небесный мир окрашивает собою мир земной. И вот столетия спустя, эта готическая идея взлета, стрельчатого взлета в небеса, она стала импульсом для развития визуального мышления инженеров-конструктивистов. И если мы вернемся к этому облику Эйфелевой башни, то увидим, как динамика роста ее конструкции определяется моделью взлета стрелы, подобной шатрам готических соборов. А в 20 веке, смотрите, как работала визуальная мысль дальше. Этот вызов, брошенный Эйфелевой башней, он был подхвачен буквально бумом небоскребов. Но важно помнить в всякий раз, что в основе, импульсом этого развития визуального мышления был именно первообраз стрельчатой арки. Сегодня, когда фантазия дизайнеров и архитекторов создает воображаемые архитектурные формы будущего, то у них оказывается востребована вот та биоморфная концепция сооружения, которая впервые была опробована готикой. И каждый раз постижение одного образа генерирует новый и запускает работу творческого мышления. И моя глубокая убежденность состоит в том, что, чтобы выработать новые стратегии общения с миром, нужно до конца понять те многозначные послания, которые уже были отправлены человеку произведениями искусства. Мы можем видеть с вами, что существует такая культурная матрица, которая выступает генератором дальнейшего движения человечества. И получается, чтобы изучать историю искусства, это не узкая задача для искусствоведа, а цель с большими образовательными перспективами для каждого, кто желает понять, какими ресурсами постижение мира и самого себя обладает человечество. И как эти ресурсы можно использовать для создания новых моделей отношения с миром. Потому что, чтобы увидеть будущее, это нужно внимательно посмотреть в прошлое. Спасибо. Спасибо.